Вопросу будет являться большое внимание, и он будет в прямую завязан с теми проектами инвестиционными, которые решают крупные предприятия. У нас на территории города находятся два таких предприятия, которые входят в сферу деятельности, обозначенных в крае и добыча угля, то есть СОЭК и Назаровская, получается, что, наверное, совместно с Азаровской администрацией этот вопрос на прогнозный период будет одним из перспективных и важных. Просто как-то в анализе это не особо прозвучало. Еще вопросы, коллеги. У меня еще вопрос. Вы показали среднюю заработную плату по городу Назарова. Цифра, конечно, очень маленькая, она очень приближена к МРОТу. Я правильно понимаю, эта цифра, именно среднее значение заработной платы, касающаяся, ну, среднестатистического, будем говорить, Назаровца. То есть это не средняя заработная плата, которая указана как среднекраевое значение для организации. А мы сейчас продаем 32 тысячи? Да. Это 32 тысячи? Это средняя, то, что будет оплатить население? Ну, то есть это да. Это заработная плата плюс выплаты и так далее. То есть это, будем говорить, доход населения и пенсии. И пенсии. И вот пенсии здесь, как раз, влияют. Это средний доход, это не средняя заработная плата, что по краю. А среднюю заработную плату не можете обозначить? Не смотрели? Да, работающий на рынке. Да, работающий на рынке. 56 тысяч, 784. По краю заявлено 80 тысяч. То есть получается средняя заработная плата в городе Назарово примерно 70% от краевого показателя. Ну, в краевом показатель, Татьяна Витальевна, учитывается и северная заработная плата на риск, поэтому, да, но он будет... В общем, понимаешь, у территории города, территория края разные, что понятно, увеличивающий коэффициент, который стоит не 1,6, а 1,8 на территории, например, того же Норильска, конечно, он увеличивает заработную плату. Что будет... Ну, во-первых, что мы услышали, на заработных предприятиях будут такие масштабные инвестиции, это значит, говорит о том, что предприятие будет работать, развиваться. Также услышали в докладе увеличение рабочих мест ЗНК, ну, ГМНУ по-старому назову, вот, и известно ли о том, что будут ли какие-то, наоборот, закрытия, сокращения рабочих мест, то есть позитивное мы поняли. Вот что-то тревожит в этом направлении или, согласно прогнозу, анализу, у нас таких не будет. О предприятиях сокращающих рабочие места или какие-то тенденции по служению, забыть ее. У нас вот эти сокращения рабочих мест не добились, но у нас часть крупных и средних, скажем так, численности по работе, по крупным и средним предприятиям у нас немножко выведается. То есть, если не брать в учет новый проект, они переходят в раздел малых предприятий, то есть образуется ООО и переходят в раздел малых предприятий. Ну, на сегодняшний день ни для кого не секрет, это не только характерно для города Назарова, что у нас наоборот рабочих рук не хватает. И специалистов, связанных с рабочими профессиями, сварщиков не хватает, механиков не хватает. То есть, наоборот, такая тенденция есть. И понятно, что в свете этого мы как раз проводили вот это совещание, смотрели, говорили о том, что в городе Назарова на сегодняшний день предприятия требуются или не требуются работники? Требуются. В каком объеме сейчас, не могу сказать. Ну, общая тенденция это, что требуется. Требуется, действительно, мы проводили несправедливые, которые как раз совещали именно рабочие специальности у нас. Ну, численность трудоспособного населения на первых слайдах вы показали стабильной. В принципе, там нет снижения. Там, по-моему, стабильность идет даже с небольшим приростом. Я так понимаю, это запрос работодателя. То есть, они показывают то, что численность рабочих мест у них, ну, как минимум равна. В лучшем случае, с учетом расширения производства. Хотя, большого расширения производства не показано, особенно по тому объему информации, который нам предоставлено. Ну, то есть, здесь идет, в принципе, период вот этих трех лет, судя по всему, ну, будем гдровно. То есть, ни вперед, ни назад. Это самая способная население не снижается. Не снижается, да. Ну, а оно и сильно не возрастает.